У меня ощущение, что я сплю. У тебя нет этого? Вы знаете, у меня был один режиссер, Кошмар, который мне сказал, он говорит, понимаешь, Гузеева, ты должна сыграть лимонад, лимонад, притом не апельсиновый, а скорее лимонный, лимонный. Мне должно быть ощущение, что я шел по пустыне, очень устал, и у меня вот такая жажда, и я хочу выпить этот лимонад, не апельсиновый, лимонный, лимонад. Насыграй мне лимонад, думаю, чистый му**к, просто никогда больше, до свидания. Вот у меня ощущение, что вы прямо сейчас про этот лимонад расскажете, про какое зеркало сидите трое взрослых дядек. О чем вы рассказываете сейчас? Ну, ведущая молодец, да? Тут у Ларисы. Жжет, жжет. Ну, как будто встречались, и стоило вот уехать на месяц там. Всего-то на месяц? Ну, знаете, если бы от меня возлюбленный уехал на месяц, он бы точно меня застал уже с кем-нибудь другим. Если бы уехал с женой, надо было два года проработать с Буковой, чтобы узнать, что после месяца такая же, как мы. Нет, просто я считаю... Аня, как не скажешь, первый раз, такая вся серьезная. Я считаю, что это отхорбительно уезжать в отпуск. Если человек уехал работать, например, если вы уехали в командировку, а взять и мотануть одной в отпуск, тем более, когда отношения там раздрают. А что же это за любовь такая через месяц? А зачем? Что же за любовь, если... А мама с папой, а родня? Ну, если только, да. Так, а если молодой человек не хотел со мной ехать? Я его сколько просила? Он хотел отдыхать один, да? Он хотел один, да. А, так если хотел, тогда другое дело. Конечно, вот сначала не разберешься и сразу начинаешь. Он, тем более, из России, он никогда никуда не любил ездить, отдыхать. У него только дача была и все. То есть мы никуда не ходили, нигде не гуляли, постоянно только на дачу ездили. А вы поехали к бабушке, потому что хорошая девочка, внучка. Звала с собой... Волга, Волга. Ну и что там? Не подходила ему. Еще и обжоров добавила. Ну, какая... Ой, вот я всегда поражалась, когда приходили в ресторан с папиками, такие дылды. И садились за стол. И они как гусеницы. Они начинали... Там блюда такие есть, а так... Потом они переворачивали блюда из другой... В сорокан... Они съедали даже украшения из редиски с помидором. Я была всегда в ужасе. Думала, куда там? А я потом поняла, так они же кушают про запас. Потому что завтра папа может не позвать в ресторан. Зачем вам бабушка? Так все получилось. Да, действительно, бабушка тогда мне казалась. Она пришла в театр устраиваться актрисой. Красавица? Как я? Нет. Театр-то ужасов, Лариса. Да, она... Ну и что? Вот, а грим, костюмчик. Причем здесь? Вас бы я взял. Ее я тогда не взял. Она была и толстая, и совершенно вообще... Я как женщину вообще не видел. Толще, чем я? Ну что она вообще с себя... Она была толще, чем вы троем вместе взятые. Мамочки родные. И? Актрис, она была не худышной. Я любезно дал понять Олге, что... Ну, нам не по пути с ней. Она пришла через там несколько дней. Начала очень навязчиво себя проявлять. Начала звонить мне. Тероризировать. Слушайте, знаете, когда я была маленькая, я обожала петь блатные песни. Правда, во дворе. И моя мама, учительница, народная учительница Советского Союза, про которую фильм снимали, она была в уши, где это нахватало. И одна из песен звучала предвестительно так. Нашел я тебя, боссу, хромую и безволосую. Недели три в порядок приводила. А ты мне извинила, другого полюбила. Ну и так далее. За что тогда, милый? Ее я приводил в порядок. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. С кем вы пришли? Я пришел со своим другом и одноклассником, между прочим. Герман. Очень приятно. Да, голос сопоставленный. За одной школьной партой сидели. А я не глухая. Хорошо. Все, успокоились. Лети, лети, мусор, ни в кого не попади. Все самое плохое я из-под вас выгребаю и выметаю. А все хорошее я вам вот так вот приподмитаю. Боже мой, боже мой. Может быть, я так и на метле просто уже от вас и улетел. Девочка моя, у меня сейчас лопнет сердце. Правда, правда. На память. Спасибо. Да, это новая русская золушка. Встаньте, дети, ко мне, милые. Боже мой, я бы с такой фигурой, как вы, ходила бы голая. Раз. Я бы мужиками крутила, вертела бы два, как могла. Восхитительная, да? Леночка, раз и навсегда, по щучьему велению, я сейчас с вас срываю этот страшный серый чепчерк. И с сегодняшнего дня начните искусственно взращивать на себе корону. Для этого выпрямляем спинку. Чуть вперед. И смотрим на мужчин. С высока им это нравится. Леночка, с Богом. Милая. Давайте встретим Сергея. О боже, какой красавец. Я сейчас умру. Здравствуйте. Я еще никогда не видела такого красивого мужчину. Знакомилась с девушкой. На вторую встречу она мне сказала, что я хочу от тебя ребенка. Ты мужчина моей мечты. Ты... Ой, ой, как оригинально. Да. Так и я хочу от вас ребенка. Ты что? Прям оригиналка какая, да? Нет. И роза тоже. На четвертую встречу она сказала, что я тебя люблю. Слушайте, если бы не грим, я бы вас поцеловала. Можно? Можно я... Вот я просто, ей-богу, вот чисто... Можно я вас просто поцелую я в нему? Знаете, пока есть такие герои, пока есть такие мужчины. У меня дочка. Вот я покажу программу с вами, да? Вот с кого нужно брать пример. Девочки, вас ждет кошмар в виде меня. Я не дам больше вам ошибиться. Просто я беру вас под свое крыло. Гоген, я вам верю. Знаете, я честно, однажды я снималась в картине, ну не буду эту республику называть, и был у нас парень, второй оператор. На то время было лет 27. Я вам клянусь, он жил не с бабушкой, могу переперевзать, с прабабушкой. У нее были чулки в резинку, клянусь, могу перекрестить, которую она, знаешь, закатывала, ну вот так вот. Ну, кажется, жарко. То есть длинные какие-то юбки в мелкий цветочек, абсолютно седая стража, но ей было заседание, клянусь вам. Они снимали номер, естественно, вдвоем, и у них была любовь. Я откуда знаю, потому что пожрать люблю, а они все время готовили что-то там в номере в гостинице, экспедиция была месяцев пять, наверное. И у них было... Он ее ревновал! Это больница. Он все время ко мне врывался в номер, говорил, опять это... Курил у меня нервно просто, и сидел мне рассказывал. Я сначала думала, что он дуркует, потому что от него... Потом я думала, может быть, он раненый. И одна же приехала его мама из города, ну, туда, где мы снимаем, и столом. Я так тоже выпил немножко, думаю, может быть, она со мной поделится. Они просто подруги. Там настоящая была семья со страстями, с любовью, вот с этой вот прабабушкой. Всякое бывает, поэтому... Но я не думаю, что она, правда, потом превратилась в такую, как Роза. Я думаю, такая осталась, но все-таки был такой факт. Гагент, скажите... Это только визитку могут оставить. Андрей, Андрей, а вот про ту певичку из ресторана. Вы тоже вспомнили. Ой, я прямо решила, я думала, как бы сыграть уже такую певичку в возрасте с размазанными губами, с папиросой, в дешевом ресторане, в Прокурином. Она молодая была, не, она не симпатичная была. Сиди, простите. Молодая была, симпатичная. А я какая? Нет, вы великолепна. Ну, вы ведь замужем, вы же замужем. Ну и что? Слушайте, я была маленькая, и у нас был стол рядом с окном. И я после обеда вставала и говорила, там, мам, спасибо, пап. Спасибо. И все время он так сидел спиной, и я не могла понять, почему он поворачивался ко мне и говорил, ты почему мне показываешь, Иза, ты почему меня кривляешь? Я говорила, я этого не делаю. И каждый раз я вставала и говорила, мам, спасибо, пап. Ему. Он видел в отражении, в окно, видел, что я вот это вот... А он там все время сидел, скучно смотрел в окно. И я думала, вот он колдун, просто колдун. Вот откуда он знает, потому что у меня голос не менялся, интонация не менялась. Представляете, много-много лет, пока он однажды, слушай, я была взрослая, и она говорит, как же ты мне вот... И зачем ты это делала? Так натренировалась великая актриса. Так что, Миш, я думаю... Нет, если я абсолютно убеждена, мужчины, если вы жадные, но у вас деньги есть, значит, у вас их нужно брать силой. Вы же у нас берете силы, молодость, красоту, талант, здоровье. Вам, значит, можно надругаться над нами с особым цинизмом, а нам нет? Можно, можно. Вот я, например, попрошай, а ты? Нет, не правда. Я все время говорю, ой, нет, я начинаю с лета говорить, что ты мне подаришь на Новый год? Что? Что ты мне подаришь? Хочу вот это. И уже просто зомбирую. А у нас как-то так не принято. Нет? Не сложилось вообще. Уханжа. Почему нет? Нет, почему Уханжа? Потому что он тебе синий скромный платочек тогда и подарит. Нет, почему? Совсем нет, да, я могу на него надеяться. Ну, потом я же артистка, мне заплакать, да как? Два пальца об асфальт, поэтому я начинаю рыдать. Вот не то купил. Вот у Верки Глаголевой есть и пять, а у меня ни одного. Правда, что ли? Да, правда. Мне кажется, ты такая самодостаточная. Ой, нет, что это? Потому что у нас все мое, мое, его тоже мое, понимаешь? Еще надо обратить разрешение, можно оттуда немножко взять или нет. Хорошо устроила, ладно? Да, да. А как вы, вот, например, допускаете мысль о том, что приходите в гости, например, с Виталией, и вам задают вопрос, чем занимается? А вы говорите, потом, потом. А они вам в десятый раз чем занимаются? Говорите, эндокринолог. Ну вот как? Не, ну если мы будем приходить в гости к друзьям, то уж они, наверное, будут знать моего мужа. Скажем так, вас это будет смущать? Вас этот фактор того, что профессия достаточно простая, у Виталия вас будет как-то коробить? В принципе, если любовь, если какие-то близкие отношения, ну я просто, я не знаю, Виталия. Что если она будет плохо себя вести, вы замуж за сантехника? Да, да, совершенно верно. Ну, так почему сидите сейчас тогда и напускайте на себя? Не, ну я, кстати, всегда оговариваюсь, что сантехник тоже работает. Значит, замуж за сантехника, чтобы вы поняли, что это такое, что это люди хорошие. Хорошие, согласна, вот, пожалуй. Почему? Я считаю, что и *** среди сантехников. Извините, как в десятку попало, прям хотелось каламбурить. Да. Золотник раньше. Конечно. Мы вас приглашаем в терапический рак. На голову. Я помоляю, это какой-то ужас. Это форнография. Вы умеете танцевать с ламбаром? Нет. Давайте учимся. Вы меня смущаете. Смущает. Я не настолько привык выступать на людях. Я на уши. А можно, девочки, то же самое, только со мной? А, можно? Держите меня. Ой, какая при... Боже мой, пусть мой муч не смотрит. Девчонки, нравится. Боже, как мне нравится этот сюрприз. Все, спасибо. 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 Ой, какая прелесть. Прелесть, 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 прелесть. Как вам такой сюрприз? Очень эротично, я бы сказал. Девочки, я за вас обеих. А теперь от греха подальше. Девчонки, уходите в свою комнату. О, нравится. Да. Вот ты какой эстрадный танец. Шалунье. Шалунье, шалунье. Роза, как тебе? Себе написала в шпаргалочке тропическая неожиданность. Это ты от зависти, Роза. Ну, я не ожидала просто-напросто, что вот я так проинтуичиваю. Я имела в виду, что если обычно российский красивый мужчина и какая-нибудь африканская девушка, ну, как ты говоришь, не монтируется. А тут, ну, я не ожидала. У меня нет слов. Потрясающе, Ольга. Потрясающе. То, что доктор прописал. Астрология бессильна. Ну, что вы так гогочите все? Ну, классные девчонки-то. Слушайте, я, по-моему, с ума сошла. Я ничего не понимаю. Вы злые и завистливые все. Вот такая вот. Через несколько минут Ере встретится с третьей девушкой. И мы, наконец, узнаем, кого он выберет. Такое вообще с нами. Мы решили поехать на курорт. В Турцию? Да. В Турции, в общем, мои мечты разбились. Потому что она была красивая, но когда увидели ее весь... Вот как про меня, ведь тоже думают, что я худая, у меня лицо-то не это самое. Как только встаю, повернулась к солнцу, задом солнца, не видать. Она была такая... Да? Мои мечты разбились о зеленые треники, в которых она пришла на первый ужин. Это правда. И ела как не в себя, чтобы уже на целый год гусеницы. Для нас, для нас. Да. А треники, чтобы не жало и не давило. Наверное, чтобы было как-то... Нет, уже не было. Много фотографий. Конечно. Много фотографий. Но она была жиртрез и еще в трениках пришла. Правда, может быть, это были модные капри такие? Нет? Нет, совсем нет. Я различаю. Прям треники. Молодец. Просто это были такие теплые, домашние. А с собой в номер еще не брала? Еду с собой в номер еще не тырила она, нет? Нет. Кстати, мужчины многие не любят, когда женщины много едят. Нет, пусть она бы ела, но просто некуда было уже больше есть. Ой, здесь вам повезло. Женя у нас как раз вообще не ест. Ну, дома еще бы находился она. Ну, мы все продумано. Хорошая гостиница, курорт, я не знаю, море, романтика. Это ведь не всегда бывает. И в трениках каждый день... Слушайте, Иракли, я тоже пересмотрю. А я хожу по дому в мужниных трусах и в майке. Да? Да. Прекрасно. Нет, сегодня же прям платье с голым плечом, вот как у Жени. Я тоже человек. Очень старался. Ой, Иракли. Старался, но не вышло. В общем, в неделю я купался в Холодном море и играл дартс. Иракли, 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 иракли. Слайд. Прелесть, 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 понял настроение. Ну, просто замечательно, замечательно. И я в восхищении. Спасибо большое. Спасибо, я рада была с вами познакомиться. Я сохраню, милый. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok